речь идет о том что человек не может получить удовольствие той жизни которую он ведет ему не нравится его жизнь это может быть все что угодно его работа его окружении он сам все может не нравится его семья может не нравится его статус и так далее у него возникает идея что если что-то он сделает заработает много денег уйдет во власть не знаю будет добиваться справедливости в жизни купит себе новую машину выйдет замуж или что-нибудь еще то у него будет другая жизнь он имеет представление что такое другая жизнь ему кажется что он себя будет чувствовать счастливым или он будет просто довольным той жизнью который была бы у него если бы он достиг того что он хочет достигнуть всегда ли это так и действительно дело в том что тебе что-то не хватает жизни то есть ты не получаешь от того что ты имеешь потому что тебя чего-то нету или проблема совсем другом вот об этом я хотел сегодня поговорить я думаю что у большинства из тех кто сейчас слушает эту программу опыт таких размышлений не только был но есть прямо сейчас и многие о чем-то мечтают и и действительно считает что это изменит это перевернет их жизнь будет им счастье будет им радость от жизни вот давайте об этом поговорим еще раз напомню тема который мы сегодня обсуждаем если человеку не нравится его жизнь он не может получить удовольствие от того что у него есть его навязчивая идея что-то менять действительно приведут к тому что он хочет получить действительно он после этого будет иметь удовольствие от жизни танец спрашивает хороший вопрос задает о многих стать интересует счастье зависит от внешних обстоятельств тани нет не зависит таня это состояние лично ваши это то что вы чувствуете то что вас в голове ольга как найти второй половины 53 года одиноко сын собака работа квартира ольга вот в вашем вопросе отчасти кроется ответ вам одиноко не потому что вас нет второй половины во первых у вас есть сын собака работа и квартира и судя потому что вам одиноко вы ни от чего из этого списка удовольствия не получаете это собственно есть проблема и второе если вы не хотите что вам было одинокого надо с собой сначала решить эту проблему потому что одинокому человеку действительно трудно найти с ним мало кто хочет общаться у одиноких на лбу написано что они страдают а все хотят люди чтобы кто-то их одиночество скрашивал а не увеличивал их проблему поэтому прежде чем найти второе половина вам надо сначала разрешить проблему самой собой вам надо начать получать удовольствие от сына от собаки я перечисляю в том порядке в котором это написали от работы от квартиры это сложнее чем найти вторую половину сергей саратова спрашивает правильно ли я понимаю шестер цель это то что чем мы заменяем собственную жизнь конечно сергей мы не живем в настоящем времени а мы как бы начерно проживаем то время которые нам необходимо как нам кажется до чтобы мы что-то вот сделали купили приобрели и познакомились вышли замуж я не знаю все что угодно надеюсь что это изменит нашу жизнь денис главная цель интересная работа хочу стать ученым университетским проектом я читал артем уважаем михаил а моя проблема в том что я сам не знаю что надо от жизни молод 21 год квартиры машины вроде бы все есть цели нет артем как ни странно вы выглядите более здоровым человеком потому что когда у человека как бы ему кажется все есть то есть ему хорошо с тем что у нее есть и он не до не думает о том какую ему так сказать навязчивую идею придумать чтобы это изменило его жизнь он благополучен психологически вот кстати вполне адекватная реакция не знаю все сергей за то решил сделать проблему он пишет подвернул ногу не смогу на майский поехать кататься на винсерфинге плакал сергей я разделяю ваше горе по поводу подвернутые ноги но это совершенно адекватная реакция елена сверх цель способна разрушить личность такое произошло с моей подругой к сожалению сверх цели уже возникает у людей достаточно разрушены психикой не то что она разрушает она продолжает это разрушение но трещина психики у человека уже конечно есть наташа я просто вот сейчас слушаю хотела понять такую вещь вот сверх цель понятно да то есть это какие-то заоблачные идеи которые в общем человеку не нужны для выживания ему кажется что нужны вот его иллюзии но об этом не разговариваем но человеку у вас учатся ли нужны живет без цели да то есть он просто делать ничего не будет а то и где вот эта грань вот сверх цели и просто цели это не грань это совершенно разные аспекты жизни ну ты немножко предвосхитила то что я конца программа хотел сказать просто об этом заговорил и конечно я тебе отвечу какая у человека цель который может быть сверх сверх чего угодно но она абсолютно здоровая когда он не деньги зарабатывает не карьеру делает не к власти стремится а он себя реализовывает это сцена разные вещи при этом он зарабатывает деньги при этом и становится профессионалом youtube были сообщения по этому поводу в работе он много может достигнуть но он хочет прежде всего это первое оно же и последнее себя как личность реализовать в том что ему нравится вот это некий идеальный вариант возьмем другой вам момент женский значит сверх цель не очень как бы здоровым не представляется хотя я знаю слушатель это вызовет может быть спор просто выйти замуж но многие женщину просто тупо озабочена выйти замуж вот такая навязчивая мысль притом бывает сейчас молодых ногтей какая реальная цель может быть в этом в этой сфере до иметь семью иметь человека который будет тебя любить сама самой любить хотеть иметь детей вот это как-то воде более здорово выглядит чем она отличается вот играешь про грань до от навязчивой идеи выйти замуж когда говорят выйти замуж такое впечатление что неважно за кого главное это сделать то есть замужество является некой сверхценные идеи в которой и кстати многие так живут не рассматривается не личность мужа не перспективы этой семейной жизни кстати рождение ребенка для очень многих женщин никак не связано с любовью к детям это связано с тем что уже возраст поджимает не на просто какая-то программа эта программа она может быть связано как ответ на страх перед одиночеством старости например да и со многими вещами казалось бы это абсолютно как бы одно и то же практически но иметь детей иметь семью нет это не совсем одно и то же более того в реальной жизни вот это неправильная мотивация она потом дает свои плоды но я свое позволение продолжу и немного осталось еще вопросов с вчера их прочитать для счастья мне не хватает ума здоровье и жилья тоже ум кстати счастье у прямого отношения не может иметь алина без особого труда могу выразить свои чувства и ощущения на наташина музыка необъяснимо приятно но не будем дальше читать не хватает спокойствия бесконечная борьба и решение проблем мария и на 50 лет пишет и я сделала грудь мы вчера обсуждали по поводу увеличения груди тему я уже давно ни минуты не пожалел об этом классно получился я рад за вас они в моей жизни нет ничего хорошего но я ничего не хочу это нормально нет они это плохо и это говорит о таком так называемом привычном состоянии очень многие люди в депрессии не понимая что у них депрессии они думают что это и есть их жизнь привычное состояние характеризуется тем что человек не чувствует что у него падает качество жизни что ему плохо он думает что плохо это как бы есть норма есть вопрос который не очень не очень к теме на в общем тоже к теме вот математик перелеман которая хочет получать все эти премии и странный человек он не странный человек объясним его ключевое слово математик да его интересует математикой деньги которые ему предлагают математики ведь не имеет никакого отношения деньги и я все хотя очень плохо представляю математиков которые специально будут заниматься математикой целью обогащения то первых очень непродуктивно потому что перелеман один на весь мир вот и перелеман как раз абсолютно цельная личность ног другой вопрос что математики странные в другом да может быть не очень адекватный человек но не потому что на денег отказался он какой-то такой асоциальный вот как не он асоциальный просто вот такой выраженный интроверт социальные я все понимаю это абсолютно права но почему люди предъявляют ему претензии притом там настолько смешно предъявляет претензии что там целые какие-то общественные фонды требуют чтобы он взял деньги отдал им так вот надо понимать да что он не банкир не экономист он буквально математик его интересует только математика деньги к математике повторяю не имеют отношений поэтому деньги ему не интересно более того он и не пытается в своей голове вывязать свои достижения с деньгами почему он еще отвергает да он считает что он себя реализовывать таким образом не ему не нужны для этого деньги и он в чем-то счастливый человек он довольствием как он живет а живет он бедно но он не говорит я хочу жить богаче притом люди разные да там интересен например наш нобелевский лауреат сейчас мне опять жара салферов действительно выдающийся ученый в лауреат нобелевской премии но о чем у человека голова болит да вот такой ярый коммунист вот у него как раз есть такая идея сверхценно он значит весь в политике притом что он по-моему физик да насколько я помню вот тут оказалось что с возрастом у него политика стала таскать превалировать над физикой конечно вот и все пригласить студию он очень подробно объяснит всю логику его то сказать рассуждению а очень такой непримиримый противника и не знаю там политической системой экономики всего остального но вот передаем х 좋아 в этом смысле более счастливый человек он не дергается в сторону политики ванка на хорошо а вот свои точки зрения вот то что происходит а там нормаливный перельман сам я не знаю верхи они врач во вторых математики и повторяю совсем прямо вот адекватные до конца но на это бывает но великий как правило вообще все выдающиеся ученые компенсирует свои там эмоциональные или психические особенности своими достижениями то известно я не берусь его обсуждать я не очень во-первых с ним знакомы во вторых это не моя специальность но отношение к деньгам в его системе ценности абсолютно нормальные не вернитесь никакой патологии не нужен ему миллион более того я его даже готов понять этот миллион создат куча проблем как он может думать да надо будет сохранять надо будет вкладывать кстати надо будет менять образ жизни это посчитал уже но наверно да потому что друзья мои любому из нас кому дадут миллион долларов первые что он начнет он начнет менять свою жизнь и вот тут возникает интересная проблема если его жизнь ему нравится нравится квартира в которой он живет пусть это не самая большая не самая хорошая квартира нравится одежда в которой он ходит его старые там в автомобильчик на котором он ездит или еще более старый метро на котором ездят да как ты ему все он с этим живет и как бы ему хорошо то миллион потребует от него резких изменений на вы переезжать другое место опять если ему все это не нравится что есть конечно он будет рад этому а если нравится вам придется поступаться тем что ему приятно тут все не просто желание иметь ребенка может ли быть тем самым сердцем у которого говорите спрашивает она конечно я только что об этом сказал можно хотеть иметь ребенка не потому что вы любите детей и хотите чтобы они у вас были то что хотите за счет ребенка решить свои проблемы такое часто бывает игорь но это какая-то патологический вопрос правда что бездетные женщины сходят с ума от детского крика нет не правда игр более того бездетные женщины могут просто усыновить ребенка тут нет никакой большой трагедии вот глеб пишет для меня счастье сама жизнь вот о чем пишет глеб этой некой идеальной ситуации который собственно и надо реально стремиться чтобы жизнь была счастьем а не то что мы думаем а думаем и не про саму жизнь думаем мы про какие-то часто материальные достаточно вещи вот у меня вопрос по поводу детей женщинам все это об этом знаю да я часто не могут иметь детей да и начинается вот тоже мне кажется такая вот уже сверх идея родить ребенка и начинается хождение по врачам причем многолетние во многих фильмах это описывается как они мучают мужей которые бегают тоже по врачам срываясь с работы это длится там десятилетиями и женщина не может длиться там уже возраст просто детородный закончится истилетиями не ну знаешь 30 до 40 легко можно побегать но 10 лет можно вот что ты по этому поводу думаешь ты знаешь а вот смотри какая ситуация женщина хочет иметь ребенка здоровое желание она хочет просто она очень любит детей да очень любит очень хочет дальше выясняется что не может забеременеть выясняется что они есть два способа решения этой проблемы один из них это усыновить ребенка 2 это лечиться чтобы свой ребенок родился почему если у нее не получается все-таки рожать самой она не усыновляет вопрос психологический наверно она не может для себя почувствовать отношения к осуновленному ребенку как родному и тогда она там продолжает как бы яростно лечиться дальше да я не вижу патологии в ее желание реализовать свою мечту если она лечится просто потому что любит детей хоть чтобы они у нее были но если она лечится потому что ей уже 40 и она уже типа в 45 не родит это единственная причина крыма бы срочно лечиться чтобы родить если она ли лечится потому что она боится что в 60 и никто стакан воды не подаст и тоже другая история это уже навязчивая идея 3 6 3 3 6 5 9 телефон вот теперь я начинаю читать сообщение которые пришли уже сегодня единственное хочу напомнить что 16 апреля в 19 часов вечера центральном доме литераторов будет как в сайт он не сказать друг не лекции я уже вчера грошу я не очень люблю читать лекции публичной консультации это очень интересное название публичной консультации мы будем разговаривать я буду отвечать на ваши вопросы в привычном мне режиме и это будет касаться самооценки это состоится в 19 часов вечера 16 апреля в пятницу в центральном доме литераторов а я вот так посмотрела примерно 90 процентов вопросов которые приходят вот когда ты отвечаешь вопрос ответы до последние воскресенье и суббота месяца 90 процентов вопросов приходит как раз по самооценке волнует больше всего в общем наверное это вообще ключевое да вот что как чем человек живет и как он живет даже сегодняшняя тема напрямую связана самооценкой ну ладно не будем забегать вперед 16 апреля поговорим елена то что для одного является простым и естественным событием жизни вполне может стать сверх ценностью другого и даже разрушить его судьбу не очень понял светлана то что мне на сегодня нужно собрать себя по частям и запустить в жизнь сверхценность или это или тверд цель сводить трудно поскольку одной перетекает другой светлана что вам было понятно что на самом деле у вас куда перетекает собрать себя по частям это сигнал о неблагополучии вы себя так чувствуете что вы считаете вам надо себя собирать по частям жизнь воспринимаете как некую видимо арену борьбы то что вы еще собираетесь себя туда запустить видимо в качестве не знаю там ядра патрона решим быть в этом духе очень длинные послания на и постарайся быстро прочитать от лауры флора так подписано иногда сверхценность становится двигателем прогресса на пути к ней совершается множество дел способных пригодится в будущем всех просто их не замечает со временем и дэфикс теряет смысл и отпадает как шелуха игра такая идея необходимость чувствует свою значимость обретает внутреннюю гармонию в то же время существует психологический тип людей для которых наличие сверхценные идеи может оказаться роковым не хочу изобретать колесо от велосипеда но если их дифференцировать и провести необходимую психикоррекцию проблему сверхценности перестанет быть актуальной дорогая лаура флора во первых это все-таки психиатрический диагноз и здесь одной коррекции не обойтись нужно лечение во вторых по поводу того что двигатель прогресс это очень известно дело в том что мы вообще обязаны не очень здоровым людям практически всему чем мы пользуемся всеми продуктами прогресса это великие к сожалению как правило несчастные люди дали нам от огня да и не знаю электричество и много чего другого почему я так говорю да потому что это люди у которых была такая держи моя идея я так оказалось что они очень способны а вообще люди заражены 10 ценного часто бывает способны они реализовали себя в этом и пользуются продуктами плодами их труда но большинство гений в сожалению жизни несчастная андрей саратова доброй ночи здравствуйте у меня такая не вопрос как бы я считал что у меня нет проблем и но и в больше всего меня дает моя девушка говорит что у меня есть проблемы вот такая на мне хочется достичь чего-то и я все время стараюсь что-то делать и и она как считает я гоноблю за то что допустим какой-то день у меня там выпал допустим я не уделил там вниманию этому делу даже тебе сейчас про нее или про себя я про себя то что вот как вы свою проблему еще раз формулирует как вы ее трактуете ну ну грубо как же мне объяснить попроще то есть получается так что девушка ругая ругает вас за то что вы не время ругаете себя когда пропускаете какое-то событие своей жизни что вы что-то не успели сделать ну правильно наш вас поняла но она не понимает как бы вот моя девушка она не не ругает она мне объясняет что я себя гноблю но она вас жалеет ну нет она никогда бы не жалеет он не пытается объяснить а я считаю что вроде бы а как вы описываете андрей дать еще раз попробовать вы все время должны что-то успеть до чтобы день зря не прошел в это имейте ввиду да да то есть а что вы должны успеть ну допустим если ставлю какие-то задачи что допустим сегодня я должен что-то сделать завтра после за что вы должны сделать конкретно при конкретно конечно ну грубо говоря я там хочу открыть арт-агентство в твою я должен соответственно пройти а остальные там сделать маркетинг провести допустим если один пропустил то я начинаю говорить что вот я себя ну мол хочу это сам сделать а там не уделил этому времени а вы в ущерб чему не пропускаете ничего там книжку почитать кино сходить о чем идет речь чем вы жертвуете а чем есть спать но иногда этим иногда я больше уделяю как бы девушка девушки но и тогда понятные претензии к вам да не но я-то и уделяю все нет она как бы не читает а что то есть вы считаете что если вы будете в 24 часа в сутки заниматься арт-агентством тогда это нормально если вы будете еще чем-нибудь другим отдыхать тогда вы целевое и целеустремленный а если не так то значит вы не такой ворохли да а просто нам не объясняет чтобы радоваться обычным вещам то что да вот а вы иначе что должны объяснить андрею что вы не можете радоваться обычным вещам именно поэтому вы боитесь пропустить что-то связанное с вашей карьеры с этим арт-агентство если вы могли радоваться вас был бы немножко другой выбор но вы сами уже в начале рассказали что люди стараются как бы что-то там дотичь а может быть это имени надо радуют обычным вещам и вот как раз не показала вы возвращаете меня к моей любимой поговорки если бы бабушки были яйца как бы дедушка если вы могли радоваться вы бы радовались а когда не получается вы придумываете себе цели это так все и устроено андрей вы понимаете о чем я сейчас говорю вы должны именно об этом подумать потому что именно неспособность получать удовольствие как люди говорят простых вещей 6 простых ли непростых вещей да просто жить и от этого получает радость я влечет человек как вот тут мы сказали да про тех гениев которые дали нам всю цивилизацию они несчастные люди были потому что они не могли просто жить они могли просто наслаждаться жизни не могли гулять смотреть на звезды ходить в кино и читать книги они были одержимы одна из причин их одержимости в том что они были не способны получать удовольствие от простых вещей спасибо андрей за звонок мысль агентство все-таки надо делать но как чем же вообще когда человек вообще таким образом выстраивает жизнь что одно ущерб другому да это уже внутренний конфликт у него с самим собой не надо в ущерб и для в жертву что-либо приносит надо жить и строить арт-агентство я не очень понимаю почему одно должно мешать другому нет ничего не не должно мешать вопросов о том что человек должен 24 часа в сутки одержимы заниматься я привожу пример не первый раз уже про покойного рональда рейгана практически одного из самых успешных президентов в соединенных штатах америки который после ранения работал два часа в сутки и вот за два часа в сутки он спал после завтрака стал после раненым был и пожилой и у нее потом болезни развилась но он успешно руководил страной два часа в день работы когда я слушаю наших запотевших просто от перегруза кремлевских работников как они просто жизнь свою кладут на благо страны а потом какая-нибудь передача comedy club одни вместе бьется как они это мины делают кладут жизнь вы понимаете да что результат за двухчасовую работу рональд рейган и сильно отличается от результатов наших деятелей за 24 часовой работа в день вывод делается же хорошая поговорка надо решать проблему по мере поступления но для этого надо иметь здоровую психику то что многие превентивно начиная дергаться когда проблем еще не началась но ты же прекрасно знаешь как в наших конторах где можно что-то оформлять как можно психику подаровать до комментариев поле у меня красивое лицо и фигуры но все портят брови если их выщипать будет лучше но я боюсь это сделать я больная оля нет у вас комплекс какой то есть это опять к вопросу о лекции нет а публичной консультации 16 апреля это связано с самооценкой конечно вы себя так воспринимаете что вы как бы красивые а брови все портит это то что на самом деле не очень считаете что вы красивые вам кажется что вот только брови выщипать но выщипеть если вам будет от этого лучше конце концов броби наверно я не знаю не женщины брови вырастает если их выщипать наташа но и вырастут тогда счастье вернется всем уж перестанет изменять до спрашивает жанны не уверен дело в том что если вы терпите измены вашего мужа того же стим несчастлива жанна тем более я бы еще понял вы были бы счастливы вам были все равно эти измену на раз вы так трактуете то вам не все равно раз вы терпите то вы не можете сказать что вы счастливы с мужем коля пишет есть неприходящие ценности например дети когда происходит с ними взаимопонимание и взаимодовлетворение это счастье коли кто бы с вами спорил михаил сидит чек действительно имеет идея сверценного где-то даже находит ее страны то он может от нее сам избавиться или только к врачу боюсь так врачу ибо очень часто даже в психиатру потому как он не может от нее избавиться это навязчивая идея алексей за москвы для меня такой мечтой является жить в обсе нет уже лицемерие возведенного до основа общества на похоже такое общество обыскать не здесь алексей вот давайте разберем казалось бы простую вашу вещь но ваше письмо все нормально все очень здоровенько но есть два варианта если искать надо не здесь почему вы здесь то есть вы ставите себя в такое положение что вы живете в обществе которого не удовлетворены и при этом ничего в жизни не меняете то есть вы не приезжаете в другую страну раз не здесь искать или есть еще такой известный способ менять общество вокруг себя для в том что общество состоит из людей если каждый будет думать про других что это они должны измениться а я тот самый лояльный ко всему который это прямую буду благодарен ничего не получится есть два варианта или поменять общество я имею ввиду не смысле само общество менять найти себе другое общество в другой стране или менять к лучшему общество вокруг себя это возможно вот я считаю что я частью этим и занимаюсь хотя и за деньги я пытаюсь улучшить жизнь людей таким образом улучшаю жизнь вокруг себя на этом так можно сказать руслан ответьте наконец почему я скучаю в компании больше чем когда я нахожусь один только не огорчайте помягче как-то просто на меня заранее простите если вы считаете что я не мягко отвечая на вопросы как-то об этом не думал вы знаете трудно сказать потому что речь не о скуке идиот речь идет о неком дискомфорте в компании а с собой человек обычно привычнее находиться и вот дискомфорт который порождает другие люди вокруг и является этой самой проблемой все понятно скажет как почувствовать себя счастливым без если спрашивает они вы знаете даже у больных людей они бывают периоды когда они чувствуют себя счастливыми психиатрии это называется период мания при биполярной депрессии когда человек такое качение от эйфории к депрессии то в период эйфории он себя может чувствовать счастливым кстати люди так и часто говорят до счастья какие-то мгновения жизни но это ничего не гарантирует кроме того что то есть но состояние закончится и ладом она перешла в ровное состояние на может перейти наоборот в негативное состояние чтоб себя быть чувствую счастливым надо быть и физически здоровым и психически здоровым при этом физическое здоровье есть люди счастливы имея там инвалидности не имея там некоторых органов рук ног и так далее да тем не менее они не должны чувствовать при этом но боли предположим да то есть проблем со самим здоровьем они могут привыкнуть к тому что у них что-то не хватает из люди которые живут без желчного пузыря с вырезанным желудком и так далее вот если у них болит ним трудно себя будет чувствовать счастливым вот если они физически себя хорошо чувствует и психически тоже это дает им возможность быть счастливыми здрасте михаил меня очень интересует правда что жена рано или поздно доедает спрашивает максим во-первых это индивидуально во вторых представьте себе что вы всю жизнь живете с одним человеком это не жена ампер с родителями со своими или с детьми со своими ли соседом со своим ски с другом даже сосед неудачный пример с другом наверное какие-то трение производит происходит надоедает не сама по себе совместная жизнь когда люди даже не устают друг от друга когда они психологически опустошаются то есть им больше не 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 о чем как бы общаться нет общих интересов и так далее ирина бывает так не хватает чего-то острого человека например и думаешь мы сейчас обретую это и жизнь изменится на потом обретаешь удовлетворяешься в душе остается пустота отсюда вывод смысл имеет только вечные ценности как они недостижимы в полной мере или вы не могу с вами согласиться на вас любопытное письмо вы смотрите как вы рассуждаете в вашем понимании смысл есть в том что вы не можете получить вы именно так трактуете да вы пишете смысл имеют те ценности которые недостижимы в полной мере интересная трактовка странно почему так рассуждаете странно почему вы считаете что когда ты получаешь то что ты хочешь тебе после этого должно быть пусто как вы пишете почему это странная идея неудовлетворенности она и создает эти иллюзии и вы как бы понимаете это поэтому так и пишите что вот обрету этой жизнь изменится и заранее себя обламываете говорите ну и изменится а потом будет пустота сейчас будут новости друзья мои после новостей мы продолжим этот разговор продолжаем наш разговор о том когда люди не получают удовольствие от жизни то имя владевает навязчивая идея телефон 3 6 3 3 6 5 9 и сам из 970 45 45 код 985 вот дмитрий пишет прожить жизнь не зря фундаментальное человеческое желание вот только что делает непонятно потому и придумывать себе каждый свой горизонт дорогой дмитрий я не знаю что вашем понимании прожить жизнь не зря в моем понимании это прожить жить прожить жизнь хорошо то есть прожить свою жизнь так чтобы вся жизнь радовала что еще можно туда засунуть кроме этого если плохо представляю и придумывает себе не потому что считает что так надо потому что считаю что живут зря что такое считать что ты живешь зря это конечно быть недовольны своей жизни и тогда конечно придумывают всякие как вы пишете горизонты нет хорошей жизни общество потребления основан на создании ощущения швам до полного счастья не хватает рекламируемые товары или услуги пишет антон из москвы и справедливо кстати пишет но антон общество потребления я считаю община невротиков рассчитана что в америке что в россии здесь без разницы владимир но я сейчас глупо скал общество потребления рассчитана не общество потребления идеи потребления рассчитана невротиков я считаю что мы живем чтобы получать удовольствие но не всегда можем их реализовывать своей жизни своих внутренних переживаний комплекса вот с комплексами ты нужно бороться в том числе и мне владимир приходите 16 апреля на разговор про комплексы самооценка она с комплексами тоже связано но что я вам хочу сказать сейчас у люди неправильно понимает получение удовольствия от жизни некоторые считают что вообще слово удовольствие это некий паразитизм что человек который получает удовольствие от жизни он ни черта не делает пьет жрет сексом занимается я не знаю спит с утра до ночи вот такой у людей почему-то противопоставления не человеческому труду вот это удовольствие на самом деле удовольствие от жизни получая я то что мне нравится моя работа не за нее платят и это есть удовольствие когда вы начинаете менять местами что-то вам не нравится работа нравится только деньги да вот себя уже должны чувствовать ущерба наташа хочет что-то сказать да вы все еще работаете ли уже устроили поехали дальше денис а может быть не одно сверхценное набор то есть если купить машину жизни лучше купить машину дом на эти жену тогда не знаю дениса вы попробуйте потом расскажете это что такое качество жизни можете этого хочу не знаю спрашивает ольга вам спасибо за ваш вопрос рано или поздно он должен был прозвучать что такое качество жизни качество жизни когда вам хорошо качество жизни когда вы вам нравится ваша жизнь качество жизни когда все что у вас происходит то что вы сами хотите чтобы вас происходило и когда вам нравится и вы нравитесь и люди вокруг вас нравится вот это есть качество жизни туда можно добавить много чего экологию качественные продукты высокие доходы ну и так далее но это не такое принципиальное конечно события качество вот этого всего по отношению к качеству своего состояния состояния когда чеку хорошо когда он находится в состоянии когда ему хорошо это сна основное в качестве жизни дмитрий из москвы и здравствуйте я почти год как переехал в столицу из тех пор я одинок у меня нет личной жизни все время уходит на работу и дорогу больше ни на что нет силы времени раньше я радовался работе зарплате теперь таска и ощущение тупика жизни на какой-то полярной станции дорогой дмитрий а не сама столица спровоцировала эти проблемы вы в нее переехали я в ней родился при этом я не чувствую что меня нет личной жизни ли что меня все время уходит на работу или дорогу и меня ни на что нет силы времени я вам так скажу это ваш выбор у вас есть или как бы разочарование вашем выборе то есть вы приехали в столицу и поняли что вам неплохо думайте что вам делать дальше или возвращаться обратно или ехать еще куда-то или вы приехали сказали это мой выбор я постараюсь сделать так чтобы не в столице было хорошо все ваших руках виктор из липецка да ну все мы в какой-то мере недовольны жизнью работой женой в конце концов и что может повеситься я вот работа вот найти не могу бывало депрессия жесткая и ничего жив хотя сегодня поймался на мысли что выпив мартини как-то хорошо становится даже страшно стало деградации по идее конечно менять что-то надо вот только что себя но цели нет вообще скорее на подсознательном уровне истребления к независимости в принципе но никак не могу понять вы знаете виктор от я читаю ваше сообщение кое-что понимаю дать им попробуй помочь первое не так все хорошо ваше письмо начинается все мы в какой-то мере недовольны жизнью работой женой в конце концов я во первых не говорил бы за всех но когда человеку плохо он пытается привлечь других людей с той же проблем искать на это видите но все так живут видите дорогой все живут по-разному куча людей довольны жизнью еще больше и куча довольны работой еще больше и женой это первое второе вы пишете скорее на посадать нам уровень стремлений к независимости началась есть проблема видимо жизнью работы и женой что вы чувствуете себя зависимым от них может быть в этом ваша проблема вот с этим надо разобрать разбираться а алексей так нет пожалуй алексей у них и негативные письма читать не будем сергей из петербурга 20 лет уважаемый м м это видимо я раньше я уверенно знакомился и встречался с девушками на потом моих друзей появились машины и меня становился комплексно без машины какой-то несостоятельный уже полтора года ни с кем не встречаюсь как исправить положение сергей идти к доктору психотерапевту я вам серьезно говорю не шучу если вы на полном серьезе это пишите то это серьезная психическая проблема потому что вы не потому не встречались полтора года что у вас нет машина у друзей появилась более того какая связь между девушками видимо сексом о котором вы думаете встречаете с девушками машины прямой я тоже никакой не вижу вам нужно к психотерапевту обратиться денис разделяет мнение денис разделяет миллионы граждан что пишет денис зачем менять жизнь если появились появился миллион когда можно положить деньги банка туда брать или не брать и никаких проблем денис на максимум что вы решите в своей жизни брать или не брать деньги и положить в банк миллион это то что вас некоторые бытовые проблемы будут меньше волновать или вообще перестанут волновать но опять хочешь спросить какой-то начнет волновать налогом до какой-то имеет отношение к радости жизни не очень понимаю я кстати семья спросить не то чтобы отказался я бы тоже не отказался от миллиона но я при этом не хочу перестать работать я не хочу перестать зарабатывать деньги у меня нет такой идеи 6 мне будет миллион то будет мне счастье антон в чем разница между счастьем и комфортом как быть с амбициями наши женщины хотят больше больше удобств как быть без этих самых сверх целей вы знаете не только женщины хотят антон удобства любой чех хочет больше удобств и это не гендерная проблема во вторых разница между счастьем и комфортом счастье это какое-то может быть острое ощущение комфорта есть так можно глупо регулировать я не могу по-другому это вот состояние какой-то эйфорической а комфорт психологический это то что человек может иметь каждый день но к сожалению большинство этого не имеет маша спрашивает сколько стоит лекция лекции стоит 700 рублей и будет она когда когда она будет 16 апреля машешь говорил ян говорит я учился с перед маном школе он помешан на математике живет не им абсолютно все равно что происходит вокруг он просто живет в одном мире который обычно людям не понять понять невозможно я так и думал кстати вот хороший вопрос от любовь или расставлено сразу к нам двоим обращается и камней к наталье и спрашивает может и человек чувствовать себя счастливым при ухудшении здоровья не знаю что думать наталья на может сама высказками я считаю что может хотя проблемы со здоровьем могут конечно не счастливым а мы счастлива принципе дайте слово счастье меньше употреблять потому что счастье это все-таки эйфорические периоды мгновения а вот комфорт психологически может быть над конечно будет обращен проблемами со здоровьем здоровьем надо заниматься ольга не 42 года с детства родители буквально душили во мне женщину в десятилетиями выдумывал себе любовь внимание мужчин собирала покрупица теряя интерес к жизни воль без работы и вдруг сподобилась ему было за 50 жил в однокомнатной хрущебе работал грузчиком курил пил не о таком я мечтала но мне уже стухнуло 40 стали встречаться я жила забеременела но внезапно и грубость и отчуждение шок беременность привала но отношения прекратились потеряла еще две работы по прежнему с родителями больной сестрой думаю о нем все только только тоже хочу порекомендовать вам или психолога или психиатра или психотерапевта потому что ожиливы вот у вас был такой эфорический период жизни но так как общий фон был депрессивной не потому что вдруг грубость внезапно и возникла потому что люди плохом состоянии психическом долго получать удовольствие от жизни не могут они к сожалению сваливаются в депрессию марина делает незамечание не судить его и безапелляционно неловко слушать правил фиор вон ярых манесения шамьяры он просто по моему член кпрф ничего нового я никому не рассказал он чем наташка прф асфер по моему да илья из саратова вот ребята как можно радоваться жизни что пишет илья сегодня был церкви на праздничной утренней службе оперы почувствовал праздник пасхи понял что я счастлив вот они простые вещи которые могут сделать человека счастливым но для этого должна быть психическая готовность принять вот эти простые радости которые создают такое состояние когда разов и действительно вы правильно сказали самореализация как раз я это имел ввиду отсутствие возможности или желание реализовать себя в любимом деле вызывайте удовольствие своей жизни но в то же время может трактоваться как недостаток денег наличие проблемы т.д ну как правило и дарва права да когда чекся не реализует он это сваливает на там не ту сумму денег не ту карьеру донатаж но мне кажется что человек может самая реализация заиграться просто то есть например если человек талантливый художник и даже может быть не талантлива просто художник и он видит себя в том что вот он рисует картины которые никому не нужны он видит что никому не нужны да еще раз и продолжает рисовать секундочку он видит что он рисует картины которые никого не должны еще очень часто бывает в пятый раз он или видит что он рисует картины или его картины не нужно давай разделим зачем это разделять еще раз вот человек человек живет то у него есть талант хобби что угодно он рисует так зарабатывать этим на жизнь он не может но продолжает рисовать насчет жалкое существование но при этом он удовлетворять свои амбиции смотри если он маниакальный рисует целью потомки оценят да с ним может разные произойти и более того это даже не зависит от качества таланта часто известный пример на пир ван гог который тоже думал что он никому не нужен оказался что очень даже нужен и жил к нищете это классический пример если человек считая что он любит рисовать то пусть он рисует если он считает что он гений то это уже а та же проблема ты говоришь именно той ситуации когда никому он не нужен как бы никому то что нарисует неинтересно а он продолжает рисовать не потому что он хочет рисовать потому что он читает себя гением это уже психологическая проблема и тогда то что он не нужен и является причиной его внутренние конфликты с собой потому что он то думает что он нужен люди которые баба две истории до или человек рисует потому что бы нравится творчество это может быть действительно хобби в морге при этом работать тем угодно я даже не о том говорю но любом случае человек должен помимо того что он занимается те же свое самолюбие занимается тем что ему нравится например там играет в гитаре он должен каким-то образом все равно зарабатывать деньги линии наташа это гитара игра на гитаре не является вопросом самолюбия прошу прощения но хорошо человек человек не всегда зарабатывание денег и приносит удовольствие очень часто зарабатывать денег просто не приносит никакого удовольствия да все это просто тупое зарабатывание значит а что бизнесмена так называемый да это как правило не те люди которые реализуют себя в как же дворники это что работа которая необыкновенно удовольствие приносит людям дворники как правило это та работа которой люди вынуждены заниматься то что них на образование и другого опыта какой-либо другой работа это считается такая ниша иерархия в деятельности но они в свое время там не потратили свои душевные силы на получение образования выглядела махать метлой хотя среди них можно найти двух-трех отщепенцев люблю на свежем воздухе до романтики я сейчас помню про известных дворников и никитинах который был 9 детей ты знаешь можно вспомнить я могу вспомнить случай когда люди заканчивали баланский и никому не были нужны и тоже работали дворниками и что это работа очень интересная радость значит они не то что не были нужны до когда начат был кризис если ты этот период имеешь ввиду ну к примеру это было объективной ситуации многие не только от бауманского от многих вещей вообще ушли и не только в дворнике да там некоторые бизнес и так далее но я хочу сказать что жизнь не бывает такой непросветный да тот же кризис уже десять раз закончился еще их было еще десять кризисов и те люди которые действительно хотели себя реализовать и сначала поступили в бауманские а потом получили какую-то профессию вот то они когда крыль закончился могли бы вернуться своей профессии но мы поехали дальше алида вопрос мы молодой человек сказал мне что устал от меня у столбчат из большие буквы от того что я очень часто его лилея обнимает а.д. в общем даю лаской показывает свою любовь может нам расстаться раз ему это не надо и надоело что мне делать миссимо полтора года лида человек не может устать от того что его любят проблема в том что ваш видимо бойфренд настолько не готов к отношениям с вами что он воспринимает вашу ласку как обязательство в дальнейшем с его стороны а этого он не хочет то есть как бы его обязывает ласка к тому чтобы давать какие-то ответные реакции у него их нет а что вам с ним делать это над самому думать николай спрашивает а вера у бога тоже является сверхценным спасибо вы знаете нет николай за исключением религиозного фанатизма религиозный фанатизм это сверхценный конечно это уже психопатология а верующих но практически весь мир верит бога это никогда не являлось никакой навязчивой идеи сергей абсолютный идиот в скобящих в интеллектуальном плане без комплексов душевных проблем и потребностей угрызений совести совершенно нормально психически в чем ценность быть нормально психически исходя из в у что такое вы у если бы было описано вы и выше изложенного я бы понял вы у меня не очень понимаю но отвечаете мне менее сергея сергей если вы считаете что душевные проблемы в грызении совести делает вашу жизнь крашу я вам даже не буду мешать михаил жизнь в теперешнем состоянии не может быть счастьем смерть зла повсюду счастье это опьянения идиотов мой диагноз не знаю какой вас диагноз но у вас очень негативные но думаю как негативные сознания дело в том что смерть и зло повсюду сейчас еще цветочки в средневековье было все гораздо хуже аварии второй мировой войны было сильно гораздо хуже тем не менее это отношение к жизни смерть я всегда зло и всегда и и дальше что люди с этим живут но если они зацикливаются на какой-то конкретной проблеме да тогда значит им надо опять идти в доктору или к психологу потому как это и есть зацикленность можно подумать что 10 лет назад смерть в другом выглядели вообще не было или зла не было странная идея 3 6 3 3 6 5 9 телефона с 970 45 45 код 985 но вот не так много времени осталось я продолжаю читать ваше сообщение вот александра пишет 61 год александре реализовал себя полностью по своим способностям но нет никаких сил не физических не моральных александра путает некоторые вещи дорогая александра когда человек себя реализовывает как личность от этого не может устать ни морально не физически устает он только когда он добивается каких-то целей а собственно о чем мы и говорим но он часто путает что он реализует себя не добивается целей надо это разграничивать вот наргиза пишет не могу жить без побед на люблю быть второй поражение меня убивает искали в аргиве это называется перфекционизм это лечится жарные стула здравствуйте добрый вечер расскажите пожалуйста может не получаться то что очень нравится что вы имеете ввиду ну вот я в 40 лет переучилась и дело мне это нравится но как бы пыталась сделать из этого профессии ну пока вот неудачно то есть хотя профессии не требующий там определенных каких-то навыков или долголетнего какого на кого вы учились на повара так а что у вас не получается всего того что как-то мама готовила редко думать это не играет роли вы учились на повара да когда вы учились вам нравилось и сейчас нравится на вас получалось когда вы учились когда училась да вы можете спокойно проанализировать что вам мешает вот я думала что у меня какие-то психологические проблемы даже обратилась к психологу ну как-то у меня там не выслушал вот такого диалога не получила сорта загадка как-то в чем дело то да какие психологические проблемы вы себя нашли когда я попадаю в новую организацию я как как все новички облекается такую сверхъестественную знаете в форму у меня там трясутся руки я как-то боюсь как вам объяснить но боюсь ошибиться до боюсь но это рейтики я при мне мне кажется это вообще нормально для новичка тем более это ненормально не для кого не для новичка не для сторожил это ненормально не хватает уверенности это я там такая если у вас еще руки трясутся я так так может быть ремар тоже соматика я хочу сказать что люди себя по-разному ведут на новом месте да я-то думал что вы говорите о самой идея что вы выучились на повара вас не получается готовить а когда готовится читать продукты вообще с этого и вам нравится ваша получает я просто знаете что думаем вот говорят учиться никогда не поздно но может быть есть какие-то красные флажки когда речь идет о том чтобы делать из этого профессии чтобы зарабатывать нет я думаю что повар не ограничен возрастом я вот что вам хочу сказать я не думаю что вам поможет совет потому что это комплексные проблемы тем не менее я же должен что-то сказать конечно я скажу вы все-таки думаете о том что вы идете готовить они нравятся быть лояльны то вашему руководству или вашим сотрудникам которые в отличие от вас давно там работает ваша цель не им понравится еду готовить но я понимаю что от того что я говорю в голове вряд ли что-то пересчетки но если вы хотя бы себя настраивать начнете на на готовку до что вы вообще-то к еде идете вы идете к продуктам вы не идете к людям то есть вот людям идете во вторую как бы очередь может быть начнет что-то получаться здрасте михаил наташ с удовольствием слушай каждый выпуск вашей передачи вы не планирует посадить один разговор проблем людей с ограничены возможностями самая на коляске метры четыре года работают дому и мир все плотнее замыкается родители пытаются наше что моя судьба одиночество и работы а появление любых друзей вызывает жестокую агрессию отца все это как можно выйти с данной ситуации с уважением не на дорогая не на я бы с удовольствием бы по об этом поговорил но проблема в том что я к сожалению так и понимая специальность вообще плохо разбираюсь в проблемах людей с ограниченными возможностями то что касается вашей ситуации я так понимаю что она происходит потому что вы видимо выгодно жить с родителями вы родливы им что-нибудь объясните если у вас была возможность жить без родителей может быть ваша жизнь изменилась и как раз та самая ситуация дать вполне адекватные стремления но и мне кажется что вот такие проблемы они не обязательно связаны с тем что человек инвалид что у него какие-то ограничения инвалидность может быть заставляет человека жизнь родит вы бы позвонили очень много здоровых людей которые сталкиваются с точно такими же проблемами это точно но я хочу сказать что если вы позвонили я хотя бы понял почему вы живете с родителями из-за инвалидность ли какой-то другой причине евгений самары работы в органы государственной власти уставила стремление к руководству не могу просто получать удовольствие от работы евгений большинство людей которые приходят в органы государственной власти в россии они именно пришли чтобы стремиться к руководству у нас практически нет людей которые озабочены например человек пошел в органы власти потому что он хочет озеленить свой город он хочет построить там и новые дома и так дальше что собственно в европе очень сплошь и рядом бывает у нас и такого ни одного не встречал у нас власть это возможность хорошо заработать ну конечно но это везде обязательно что человек стремится руководить устраиваться обогатиться просто есть такие люди которые действительно не во власть буквально идут чтобы там обогатиться как правильно говорит наташа им хочется изменить жизнь своего поселка вот они они как бы это все снизу изменить жизнь свою посолка не лету субботник они идут на субботник они улучшает свой огород от насечения ты видят говорят и полиции но и детский площадь до это может тебе к нам тогда во власть и вот это я понимаю идеальной ситуации но мы не то что далеки от нее у нас власть вообще не по этому делу сергей спрашивает почему эти спроси то что я займусь предпринимательством я не понимаю не знаю что есть сколько вам лет чтобы ответила на вопрос какая вам разница что думает по этому поводу ваш отец ели она мне 62 года занимаясь с ногами читаю ходим с нучками концерта учу норвежский язык саде тоже в детстве учил безрезультатно полюбил эту страну хочу путешествовать там с детьми елена вот вот они радости в жизни и дай бог чтобы вас продолжалось удовольствие от того как вы живете и другие люди которые нас слушают тоже поняли что можно жить так мне нравится юля обращается со словами миш или не жили мы так близко знакомы с вами имели сказания ему 17 лет мне тяжело общаться с люби более низкой воспитанности лет мне надо приходится находиться одному это нормально имелись а мне еще объяснили пчелом приходится обращая общаться с невоспитанным людьми я бы вам ответил я не очень понимаю почему что приходится общаться василий спрашивает миха по вашему по моему лучше всех по теме скала куджа во стихах при пиджак лишь только и пиджак прибирай опять свою любовь поверь и ну да это хорошо было сказано было там шалович а вот кстати яша такой классический пример глубокой депрессии он пишет если люди знают что умрут зачем оттягивать то есть яша демонстрирует полную как бы не то что не радость жизни до такое нежелание еще жить на самом деле я шанс его полечились бы ваши мысли бы ставят совсем другими вера в царстве небесное ставление попасть него это тоже диагноз спрашивает ему нет хотя в интернете очень интересно сегодня статья была что такое рай выяснили ученые очень любопытно написано степан глупый вопрос задает про алкоголиков который нужно только бутылка он спрашивает правильно ли они проживает свою жизнь да у нас разные слушатели это правда коллег вает неправильно говорить и так далее надо и так дальше колли меня до вас ругали за то что вы вот так дальше не говорят надо говорить и так далее разве неправильно иметь навязчивые идеи имеет ребенка боясь одиночество спрашивает они али к сожалению есть такие компенсаторные ситуация да когда что-то компенсирует ваши страхи но это не помогает если вас есть за страх одиночества желание иметь ребенка то ребенок будет заложника вашего страха этого не решите так проблема надо решать проблему с со страхами есть такая доктрина во всем мире 6 ты живешь тоже и хорошо чего я вам и желаю